Прошлись по опасным и теперь уже безопасным участкам города. Представители Общероссийского народного фронта Чукотки совместно с администрацией Анадрия и полиция отправились в рейд по самым молодежным и самым ходовым местам. В поле зрения общественников и правоохранителей уже не первый год попадает пустующее здание в центре города, где любят собираться подростки и пребывание, где небезопасно. А вот дорога в школу, которую годом ранее раскритиковали жители окружной столицы, в этом году изменилась в лучшую сторону. Но обо всем по порядку расскажет Анна Мартяжкина. Здесь очень просторно и очень опасно. Пустующее здание в самом центре города словно магнитом притягивает к себе детей и подростков. Говорят, что молодежь любит здесь проводить различные квесты, а еще вдали от взрослых лишенные присмотра позволяют себе много лишнего. Поставают периодически, что здесь бегут дети. Четвертый, пятый, седьмой класс, старшеклассники здесь, кто курит, кто что. Ну, в общем, здесь проблемное место. Находиться здесь совершенно небезопасно. Повсюду осколки стекла, выломанная арматура, объект достроен, но не сдан эксплуатацию. Посмотри. Ну, не сдан эксплуатацию. И они про то, что он плохо, а про то, что дети. Да. И все. Вот уже несколько лет здание пустует. Это частная территория. Владелец, прежде чем законсервировать объект, позаботился об его безопасности, поставил ограждение, забил двери и закрыл окна. Но это не оказалось препятствием. Все вставлено было, окна. Чемок, которые были антивандальные. Первый этаж, не отвечали. Разбили все. Это здание выставлено на продажу. Хорошее местоположение, большие площади, множество помещений. Оно могло бы стать важным социальным объектом города и округа. Посмотрели, конечно, сразу прикинули, какой вариант может быть для использования этого здания. И мы, как родители, вот, советовались и с мэром города. Конечно, нам бы неплохо было бы иметь такую красивую, большую школу искусств. Будем пробовать выходить с общественным предложением на уровень губернатора, для того, чтобы, ну, изыскали какую-то возможность, чтобы эта школа у нас именно в этом здании появилась. То есть рассмотрели такую возможность. Год на контроле Народного фронта была дорога к школе. Прошлой осенью общественники обозначили проблемные участки. Отсутствие калитки побуждало детей прыгать через забор прямо на проезжую часть. Теперь здесь не только открыли вход и выход, но и пешеходный переход организовали. А еще заменили брусчатку на тротуаре и наладили освещение. Значительная часть вопросов все-таки устранена. То есть восстановлено освещение на прилегающей школе территории. Значит, вот подрядчик приступил, не подрядчик, а собственник приступил к разборке здания, которое напротив школы непосредственно находится. Сейчас, к сожалению, работы задержались. В этом году из-за пандемии там с рабочей силой как бы не все хорошо. Но основную часть здания разобрали, перебрали брусчатку непосредственно близких к школе, потому что она была уже такая вся разваленная, была достаточно опасна. Вот кое-что мы сейчас вот даже в ходе сегодняшнего рейда увидели, что там лесенку надо дополнительную сделать, чтобы была ступенечка, чтобы как-то более удобно было передвигаться. Ну, самое главное, что в принципе мы все с одной стороны баррикады, мы заинтересованы в том, чтобы в нашем городе было чище, удобнее и безопаснее. В первую очередь для наших детей. Активисты регионального штаба ОНФ вот уже год ведут общественный мониторинг, направленный на выявление опасных участков на маршруте следования детей из дома в школу и обратно. Сообщения поступают со всех муниципалитетов округа. Итоги будут подведены на круглом столе, организация которого в процессе. Анна Мартяжкина, Арсений Гусев, Вести, Чукотка. Спасибо. Все мы знаем.